Сегодня красивые и нарядные собрались, и по какому поводу? По поводу обращения к президенту Российской Федерации, Крутину Владимиру Владимировичу. То есть вы хотите сделать видеообращение именно вот таким образом, да? Да, хотим сделать такое обращение, и, как бы сказать, обращение будет педено на соцсетях, и второе, мы будем писать коллективное письмо по тому же вопросу, который будет озвучен здесь сейчас. То есть ситуация достала вас уже? Ситуация, да. Надо подчеркнуть, что мы здесь не все, что здесь только активисты, а нас много. Вас много, да? А вы представляете какую-то организацию? Или просто... Сила народа. Народа. Общественная, да, сила народа. Ну все, тогда давайте. Владимир Владимирович, у нас 13 сентября состоятся выборы губернатора города Севастополь. Из полученной информации, декларации Развожаева Михаила Владимировича, что его дети несовершеннолетние имеют доход за 2019 год в размере 1 миллион 300 тысяч рублей с акцией Роснефти. Почему мой сын, мои внуки и дети города Севастополя, то есть у нас стоят здесь внуки и дети, не получают такие доходы? Мы обращались к вам по поводу того, чтобы купить акции Сбербанка по цене, которой была продажная цена 186 рублей. Сбербанк нам отказал в продаже таких акций. Мы хотим быть акционерами так же, как и дети развожают. Просим оказать помощь в покупке государственной акции Центрального банка. И чтобы мои дети, и не только мои дети, но и дети все города Севастополя, и внуки получали каждый год прибыль с этих акций. Не только Роснефти, а и Центробанка Российской Федерации. Также хочу добавить, что, как указано в декларации, неработающая жена Разважаева, извините, не знаю, инициалы, получила прибыль в размере более 6 миллионов рублей. Почему у нас в городе таких зарплат нету, которые могли бы получать достойно жители города Севастополя, работающие? А также хочу напомнить, что мы обращались к вам, Владимир Владимирович, по поводу сбережений жителей города Севастополя. Мы получили ответ от Центробанка Российской Федерации, что на момент перехода в Российскую Федерацию мы являлись гражданами Украины. И все наши деньги находятся в Украине. Так непонятно тогда, мы граждане Российской Федерации или мы являемся гражданами Украины.